в этом заключительном уроке вот вы наконец-таки до него и нашли или прокрутили просто это как уж вы решаете мы рассмотрим с вами во-первых мансийское имя во вторых прошедшее время в третьих еще два падежа и четвертых пассивное спряжение давай сначала немного пополним наш словарный запас кантункве злиться юнтункве шить пинункве класть далее существительные улос стул пасан стол далее хуйнэ маа кровать это сочетание образовано из двух слов первое это образованное слово хуйнкве спать лежать а второе слово это слово маа оно означает земля или место соответственно все это выражение дословно переводится как спальное место из нас окно они чашка и скап шкаф ты сюда ту туда кстати советую читать литературу на мансийском есть прекрасная книжка с мансийскими мифами где очень красивый литературный язык но достаточно сложный для новичков особенно для того чтобы научиться мансийскому языку я советую газету луи массерипас она написана достаточно простым и понятным языком и хорошо пойдет для обучения новичков раньше вот буквально насколько я понимаю до революции манси имели очень сложные очень интересные имена и прозвища эта традиция просматривается и в сказках например такой мифологический персонаж как эква пырич это переводится как тетен мальчик у него есть также другое имя мир суснахум который означает человек следящий за миром вы тоже себе можете придумать какое-нибудь имя но обязательно согласуйте его с манси например меня можно назвать по-манцийски так щаклимпункопойка кудрявый дядька домашнее задание придумать все мансийское имя ключей к этому домашнее задание не будь теперь рассмотрим прошедшее время ам емцу я стал нан емцин ты стал тал емцин мен емцин мен емцин тен емцин ман емцин нан емцин тан емцин дальше рассмотрим объектное спряжение поскольку парадигма здесь абсолютно такая же как и в настоящем времени мы сейчас с вами рассмотрим объектное спряжение с объектом в единственном двойственном и множественном числе подряд ам емцин слом я сшил это на емцин там емцин мен емцин мен емцин мен емцин тен емцин ман á union то слу на ань емцин тан емцин дали двойственное число ам емцин на ам емцин тал юнцая меня он сармин мне милцы я dingen за день мойа он как но не он за дам ю сагану далее множество объем санну на ю отцааем ник geology он сами пили ун санне манд thinkers нём Теперь рассмотрим последние два падежа Направительный и творительный Направительный – это один из самых запутанных падежей мансийского языка И он отвечает на вопросы Куда? В какую сторону? И выделяется окончаниями н или на Например Пусти мальчика в дом Но также мы можем использовать такие наречия, как киворн Кстати, это слово образовано с помощью того самого латива И означает оно внутрь Также можем использовать палом в сторону И нупол тоже в сторону Эти два слова, они синонимичны А если мы хотим сказать на поверхность То мы можем сказать тармал То есть, допустим, на поверхность стола Пасан тармал пинункве Положить на поверхность стола То есть положить на стол, проще говоря Обычно так и говорят А теперь рассмотрим еще один очень важный глагол Эрункве Быть должным Этот глагол используют, как правило, в третьем лице единственного числа Например Эри Должен Или Эрос Должен был А теперь разберемся, как сказать Мне нужно Я должен Как мы знаем, для образования местоимений в падежных формах Надо взять форму аккузатива И прибавить к ней падежное окончание Соответственно, если нам нужно сказать Мне нужно То говорится так Анумна Эри Если ему нужно, то Тавиэн Эри Ну и пример мы найдем в одной из композиций мансийского рэпера Хумус Олу Кэрос Или, переводя на литературный диалект Хумус Олу Кве Эрос Это переводится как Как нужно было жить Вы, наверное, заметили, что я вам не сказал, как по-мансийски будет «извините» Правильно Потому что у них нет такого слова И никогда не было Но то, что такого выражения не существует, это не означает, что вы не можете словом остановить человека, который бежит на вас кулаками Если вы видите, что человек на вас злится, вы можете сказать ему Это выражение означает На меня не злись И да, как вы видите, на наречие тоже может ввести суффикс принадлежности Кстати, похожая фраза есть и у венгров И они ее часто используют как аналог выражения Далее, творительный падеж отвечает на вопросы Кем, чем Или С чем, с кем Ну, например Он думает своей головой Ну, давайте сейчас чисто разберем это слово Пунк это голова Пунке его голова Пункетл его головой Теперь переходим к самой последней теме Пассивное спряжение Мы на него просто взглянем ознакомительно Например Улас ваараве Стул делается Ну, то есть стул подвергается какому-то действию Деланью А если мы хотим сказать Стульки делаются То мы должны сказать Улас от вааравет А как же в прошедшем времени сказать То есть сказать, например Стул сделан Тогда это будет звучать так Улас вааравес Соответственно, если стульев много То звучать это будет так Улас от вааравесет Кстати, пример из пряжения Неправильных глаголов В прошедшем времени И в пассивном спряжении Вы можете найти по ссылке в описании Я советую вам посмотреть их сейчас Потому что они сейчас вам понадобятся Потому что там есть свои причуды Ну и чтобы немножко подстегнуть Ваше изучение мантийского Я приведу вам несколько примеров Из настоящей мантийской речи И понятное дело, что эти предложения Будут содержать слова Которые мы не проходили Но я вам все объясню Все, что нужно И да, я не случайно разместил пассив Вместе с этими двумя падежами Потому что мы сейчас с вами рассмотрим Совместное использование пассива И каждую из этих падежей В каждой школе в столовах Закуплено все необходимое Итак, сейчас мы с вами все рассмотрим Не пугайтесь Значит, кассом Это каждый Школа, понятно Это означает столовая Ну, дословно Это дом, где готовится еда Саусер, эрне, ут Это значит Ну, саусер это разный Эрне это нужный Ут это вещь Йоутункве Это покупать Соответственно, йоутвесет Закуплено Соответственно, здесь нас интересует Колот, утл, йоутвесет Ут Это вещь И оно стоит в творительном падеже А дом закуплен чем? Вещами Далее Следующий пример С Кишкиром Бандеевой Лесен патеглам соврум охсаран тайвес Попавшийся в петлю Заяц был съеден лисой Здесь нас интересует Соврум охсаран тайвес То есть Заяц был съеден лисой Здесь у нас наблюдается Съедающий субъект Лиса То есть Что-то сделано лисой И в этом случае Надо употреблять Латив Дословно Заяц лисе был съеден Однако Здесь надо быть очень осторожным Не всегда такое можно делать Например, сказать Стул мной сделан Можно только так Ам улос варсум А сказать Улос анумна варвес Нельзя Что-то сделано лисой Нельзя Варсум 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 Нельзя Нельзя Варсум Варсум Я варсум Извиню Я Магед На Нельзя Варсум Нельзя Мениментарь. Собранный музей. Холли там мениментарь. Ильентарь. Эй, корова, у нас. На улице. Утали онтасами. Друзья, если вы полностью посмотрели этот курс, я сердечным образом вас благодарю. Спасибо вам большое. На этом мансийский язык, естественно, не заканчивается. Он куда более сложный и интересный. И это только маленький вводный курсик. Если вам понравился данный курс, вы можете поблагодарить меня лайком, подпиской. Ну, или поблагодарить материально. Исключительно по вашему желанию. Поэтому спасибо вам всем. Всем удачи. До новых встреч. О съема с лугом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok